Ребята, смотрите, фишка. Пошел проверять я свои ульи. Сейчас зашел сюда, смотрите. Рой сел. Вы видите, заходит. Это пипец. Своим близким его показал. Помаши рукой, Кирюха. А вот так. Чей-то рой сел, я не знаю. Вот такой его рой здоровый. Они не кушаются? Ну, пока они должны кусаться. Они должны зайти в улью. Я не знаю, откуда он слетел. Это мой, не мой. Но это Бакфас, походу. Вот такой, ребята, рой его прилетел. Сейчас надо будет что-то думать. Не знаю, туда вот. Залетали это самое. Пчелы с пыльцой чего-то. И не могу понять, это или второй рой, или что. Короче, вот такие вот дела. Они, ребята, тут, походу, давно. Видите, они соты отстроили. Видите? Я думаю, что только прилетело, они так живут тут. И сейчас его гроза прошла. Прикиньте, надо, короче, срочно брать его. Снимать этот рой. Вот такие вот дела. Вот, ребята, короче, я обрезал соты. Ой, я обрезал ветки немного. Подготовил воду. Там они, ребята, видите, соты оттянули. Так что они уже тут пару дней сидят. Они просто прилетели. И в ловушку тоже залетели. Видимо, рой большой. Сейчас я его обрезну. Чтоб мне легче было его свести. Но рой и хороший такой. И бакпас. Кстати, вот, недавно разговаривали с пчеловодом. Слава, привет, если ты сможешь это видео. Я вот как чувствовал, говорю, надо расширять пчелы, а то могут сделать все банки. Честно скажу, не знаю. Мои, не мои. Почему, по-моему, везде закрывал я ветки вот со сборниками. Особенно у бакпаска. Ну, узнаем. Через пару дней. Посмотрю, если метка есть, потому что я всех метил своих маток. Если метка будет, там я определенные делал действия, значит, это мои пчелы. Если там метки нету, значит, это не мои пчелы. Вот так мы его знаем. Сейчас еще одну ветку срезу, помню, смешаю. Тут надо аккуратно насухая. Сейчас ее раскроем, ловушку. Дымарик разжег. Правда, у меня не хватает соток. И вообще, точнее, рамок с сушью. Все никак не могу сдать воск и навощину. Сейчас буду пробовать потихоньку что-то мудрить. Главное, чтобы он не рассыпался. Сейчас попробую. Сделать все аккуратно. Я еще ловушку так не завязывал сильную. На пару, как говорится, веревок. Пару проволок. Заряжал сейчас. Его надо очень аккуратно снять. Одному кунишку хреново. Я вот сижу, думаю, как лучше-то сделать. Чтоб не сперстит к нему. Она как сидит неудобно. Вот так попройдем. Делаем. Вот, что значит правильно ловушку снарядить. Видите, завязка какая. Это я для райловов показываю. Сразу взял его. Видите, красота какая. О, не забывайте ставить палец кверху. О, вот такая штука здоровая. Даже его маску сниму сейчас. Чтобы сфотографироваться, потом на паузу себе поставлю. Ой, упали. Ой, видите. Ну, они добрые пчелы. Сейчас аккуратно прикреплю. Ой, косяк. Первый мой. Ну, пчелы спокойные. Я вам скажу. Сейчас одену лицевую сетку. Где-то у меня... Так, будем стряхивать потиху. Так, на старт, внимание, марш. Приготовили. Сейчас я, наверное, камеру опущу. Чтобы специально вам показать. Чтоб вы все видели. Вот, сейчас вы будете наблюдать. Снимаем все воздвижения. Тут у они сотик оттянули. Видно, что они... У меня два, три. Тут личинка и перга. Так что они не должны сделать себанта. Матка внизу. Так вот. Так. 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 Вот. Продолжение следует... Основную часть мы пчел сняли. Уже не страшно. Установлю. Матка, надеюсь, тут. Сейчас вот эти сотки я в пустую рамку положу, потому что тут детка. И они будут сидеть спокойно, потом не слетят. У меня проволока есть. Они медика натягали. Сейчас отложу. Сейчас поддымлю их. В принципе, главную операцию мы сделали. Пчела спокойная, на бак вас похожи. Вот тут тоже личинка есть. Все, они перейдут. Сильно беспокоиться не надо. Вот такую рамочку возьму. Сейчас почищу ее и поставлю соты. Сейчас прикрою. у меня старый такой вот. Старая тряпка такая. Сейчас я их накрою. На всякий случай сотик с деткой я оставлю. Слепчинки. Чтобы они никуда не улетели. Вот они тут кружатся. Надо будет посмотреть, что в логушке тут. Внутри. Вот такие вот дела. Ну вот, ребята. Вот так я сотик прицепил. Тут открытый расплод есть. Сейчас рамочку поставлю сюда пчелкам. Чтоб они не слетели. И все. Пускай они тут находятся. Вот так. Сейчас я их прикрою. Пускай работают. Так, этот временный кусик я отсюда убираю. Вот такой его нашел. Вот. Сейчас я положу вот так. Потом вот так накрою. Загородительная доска у меня будет. Где-то тут. Вот так. Рядом тут прикрою. И все. И вот такое утепление. Все. Думаю, все нормально будет. Друзья, слышите, буянит. Эта рамочка запасная, бы сказать, тут будет. Сейчас прикрою улей. И посмотрю, что в ловушке. Там туда остатки закину. Вот такие вот дела. Не забываем ставить вот такой палец вверху. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...